Раз вы кликнули на это видео, то думаю вам не стоит пояснять, что такое конспирологический айсберг в интернете. Прошло много времени с выхода первого айсберга по Джоджу, вы отлично себя показали на нем и я рад вам наконец-то представить сиквел моего Джоджа Айсберга. Рекомендую вам посмотреть первую часть, если вы еще ее не видели. И можете также посмотреть Айсберга Иосифа, где есть я и не только, и вторая часть которого видимо никогда не выйдет. И сразу скажу, что третья часть я не планирую делать, хотя история Джоджа богата на различные тайны и факты, и с каждым годом она будет становиться все богаче, однако я не вижу в этом смысла. Ну и конечно же здесь будут спойлеры ко всем частям. Вы долго этого ожидали, приятного просмотра. Верхушка айсберга Джоджу. Это прозвище, которое разделяет все главные герои манги и некоторые сторонние персонажи из-за повторяющихся Джо в их имени. Джорно, Джованно и Джоски Хигешката из восьмой части единственные главные герои, которых другие персонажи в канонических произведениях никогда не называли прозвищем. Название Джоджа произошло в ресторане Деннис, где Араки и его первый редактор Рёски Кабашима впервые встретились по поводу сериала. Эти двое выбрали Джонатана в качестве главного героя сериала, однако Араки также хотел, чтобы инициалы совпадали, как у американского режиссера Стивена Спилберга. В конце концов они остановились на имени Джонатан Джостер. Хоть слухи, что Джонатан был назван в честь семейного ресторана Джонатана, однако и Араки, и Кабашима подтверждают, что это был городской миф, который сформировался среди фанатов в те времена. Олимпиада 2020. Для перенесенной Олимпиады, что должна была проходить в 2020 году, в Токио Араки Сэнсэй нарисовал специальный арт. Crazy Diamond Demonic Heartbreak. Официальный спин-офф манго про Джостки и Холк Хорса до событий четвертой части за авторством Кахей Кадона, что до этого написала Ранабе Purple Haze Feedback, а за рисунок отвечает Карасу Матасуку, известный по манге No Guns Life. Выпускается в Ультра Джамп, в создании Араки не принимал никакого участия. Ржомба. Мем 2018 года за авторством Константина Метаксаса. Имеет несколько подвидов, представляет из себя соединение двух слов «ржака» и «коджомба». По первоначальной задумке Форс представлял из себя интерпретацию зарубежного Джо Джо Ук. Стан слезливого Луки. Многие предполагают, что у слезливого Луки должен быть стан, так как персонаж имеет важную роль в пассионы. Возможно, его стандом может быть его лопата, тем более мы видели станды в виде инструментов. Сабреддит Shitpost Crusaders. Наверное, самый популярный сабреддит, посвященный Джоджо. Именно отсюда выходит большинство мемов, что вы видите в пабликах и сообществе многих ютуберов. Дио. После первой части имя главного антагониста стало писаться большими буквами и без упоминания его фамилии. Связано это может быть с его отречением от своего прошлого, став нечто большим. Это также подчеркивает его эго. Бит с итальянского его имя переводится как «Бог». Также такое написание придает антагонисту нечто зловещее. Шалунь и Джолин. Речь идет о моменте из начала шестой части, где Джолин говорит о своей мастурбации. До выхода аниме-адаптации многие ошибочно думали, что строчка диалога превратится в полноценную сцену. Мэри Джостер. Мать первого главного Джорджа, что погибло в самом начале. Из аниме вырезали сцену, где Джонатан вспоминает ее. Однако в аниме-адаптации имеются портреты с Мэри. В утерянном фильме по первой части также должны были появиться изображения с ней. Мишель Пальнареп. Музыкант, в честь которого и был назван Джон Пьер. Сам Мишель знает про это и вдоволь наслаждается референсом. Heritage for the Future Remix. Джорджа Пятница. Так фанаты со всего мира называли Дника, а выходили новые эпизоды аниме. Комментарии под музыкой. Если зайти в комментарии композиции, которые относился Араки Сэнсэй в своем произведении, то можно заметить огромное количество Джорджа фанов, которых больше, чем обычных пользователей, что наслаждаются песней. Jump Remix. Это эксклюзивная серия томов манги, опубликованная Шуейши, включающая выпуски ранней серии Jump Comics. Тома ремиксов больше и содержит больше страниц, чем стандартный Танкобон, и обычно включает специальные дополнения, такие как оригинальные иллюстрации и эксклюзивную информацию. Эта карта занята. Фанатская переделка сцены с выбором карты Таро для станды Джотаро с добавлением The World Dio. Данный ролик разлетелся по сети, заставив многих невнимательных пользователей поверить в правдивость, чего сам автор не ожидал. Род Хайрофан Грин. Мало кто знал, но за маской у станды Кокеоина есть род. Кепка Джотаро. Отличительный атрибут персонажа, что вызывает множество дискуссий у фанатов из-за внешнего вида, ведь иногда она выглядит целой, а в другой раз сливается с волосами Джотаро, будто часть его. Есть объяснение, что кепка порвана, поэтому так и выглядит, или же у Джотаро настолько странные волосы. Скорее всего, так задумано Араки намеренно, дабы сделать дизайн Джотаро обсуждаемым и более запоминающимся. Дио в пятой части. Во время выхода аниме-адаптации Золотого ветра посетить хотел фейк в виде страницы из манги, где изображен Дио, спасающий Джорно в финале от дьявола. Профл зашел слишком далеко, и некоторые аниме-онли верили в это. Заханду Заварду. Фраза Акуяса после битвы с Джотаро в четвертой части в файтинге Eyes of Heaven. Лаки Лэнд. Личная компания и студия Хирохи Каараки. Находится в Токио, и именно здесь сенсей и его помощники работают над созданием манги. Лаки Лэнд Коммуникейшнс обычно указывается в качестве владельца авторских прав на любые обликованные работы. Джостары в разных стилях. Речь идет про изображения Джостаров в разных частях. Яркие примеры, Джотаро в конце Battle Tendency в аниме, Джонатан в стиле третьей части и Джостары в пятой части. Мировой Пальнареф. Забавное примечание фанатов о схожести одежды Пальнарефа при встрече с Дио со стандом Заварду. Потеря прав. Ничем не подтвержденный слух, что David Production потеряет права на экранизацию Джорджо после шестой части. Неизвестно, как все будет в итоге, но учитывая, что студия рассчитывает на экранизацию всех частей, исход может быть благоприятным. Полет стандов. В аниме адаптации Stardust Crusader станды The World и Star Platinum были изображены летающими, однако на деле это не так и неправильное изображение в аниме. В манге станды просто отталкивались от земли, что хорошо видно на фреймах. Новеллы Рохана. Антология рассказов, основанная на цикле произведений Тагорилки Шиберохан. Они выпускались с различными выпусками Ультраджамп, рассказы, написанные четырьмя японскими авторами по оригинальной концепции Хирохи Каараки. Подробнее про эти мини-истории есть выпуск на канале совместно со Звездным Капитаном. Последние на данный момент два рассказа были выпущены в октябре 2021 года. Водная гладь. Станд или стенд. У многих возникает вопрос, как правильно произносится название злого духа, и несмотря на японское произношение, правильно говорить стенд. Ведь именно так оно и читается с английского, однако стенд звучит куда приятнее и интереснее лично для меня. Нумерация сезонов. Официальная нумерация сезонов аниме-адаптации такова. Первый сезон первой и вторые части, второй сезон третья часть, третий сезон четвертая часть, четвертый сезон пятая часть и пятый сезон шестая часть. Плюс отдельные овы про Рохана. Это подтверждается как на официальном сайте, так и на Этликс. Разделение третьей части на два сезона из-за того, что она выходила промежутками, ошибочное. Внешность Мидлер. В манге внешность одного из наемников Дио Мидлер не была раскрыта. Однако для файтинга Capcom Heritage for the Future Араки придумал внешний облик, что по сути является переделкой внешности Юкако. В будущем такую Мидлер можно было увидеть на различных артах, а также своей позой Мидлер может отсылаться на фотосессию Мадонны 1998 года, когда и была нарисована Мидлер. Дзё-дзё. Перевод Джоджо по Поливанову. Транскрипционная система записи японских слов кириллицей. Многие шутят, что если Джоджо будут переводить в Россию, то именно под таким переводом оно может выходить. Все смерти дьявола канон. Шутка в фандоме, которая означает, что буквально любая смерть босса пятой части канонична. Ибо никто не знает, что приготовил для него Гер в другой раз. А он способен на всё. К большому сожалению, многие воспринимают это всерьёз и оправдывают этим мультиверс Джоджо, который работает по-другому. Матрица. В 20-м выпуске Выключен Джамп 2003 года Аракин рисовал специальный арт, приуроченный к фильму Матрица. Перезагрузка. Гет Бэк. Композиция Битл, что слушал Джозеф на своём Волкмане во второй и третьей части. Есть теория, что именно эта песня вдохновила Аракина прозвища для главных героев. Молодая Энья. В Ове 2000 года Энья была изображена как молодая женщина благодаря иллюзии Станда Джастис. Ди Джорно. Бренд, занимающийся продажей замороженной пиццы. Из своего названия Бренд часто подвергался атакой фанатов Джоджо. Однако, в отличие от других компаний, это этого не против и наоборот таким образом привлекает к себе внимание. Что во время выхода пятой части, что после. Так, во время анонса аниме по шестой части аккаунт поменял название на Ди Джолин. А с релизом первой пачки они выложили вот такую картинку. Кулак Полярной Звезды. Главный вдохновитель многих сёнонов и других манг, в том числе и Джоджо, о чём рассказывал сам Араки во многих интервью. Араки даже рисовал Кеншера, главного героя этой манги в своём стиле. Balls Deep. Неправильный перевод реплики Джолина из арки Мерлин Мэнсон в более пошлую версию, из игры All Star Battle. Сам перевод в целом подарил много мемов. T-Rex. Первоначальное имя станды Мистер Президент. Что самое интересное, изначально у владельца станды Черепахи Коко Джамбо не было имени. First Bomb. Неиспользуемая тема киллер-квина занимает адаптацию четвёртой части. Пятая часть Беспольной Рэфа. Изначально Араки не планировал добавлять жанов в пятую часть, по итогу сделав это в последний момент из-за большого количества проффанатов. JoJo и Evangelion. В сети уже давно имеется переделанный опенинг аниме Evangelion под шестую часть Stone Ocean, и в 2021 году Сею Джолин Куджо Ай Файрос на одном из шоу исполнил композицию из этого опенинга. Kyo. Going Underground. Очень долгое время персонаж Кейни Джимура из-за ошибки редакторов был обозначен как Кёни Джимура. Поправили это лишь ближе к финалу. Та же судьба коснулась её станды. Изначально он назывался в честь песни группы The Jam, а позже имя станды было изменено на песню о Леди Гаге Born This Way. Цензура Виз Медиа. Виз Медиа это те, кто официально издаёт Джоджу на английском. Помимо различных косяков с фреймами, вынужденным копирайтом и странными решениями, как например недавняя ситуация с обложкой, так говорил Кишибы Рохан, где взяли тупо арт из интернета, в арке с Dead 13 вместо собаки была гигантская крыса. Причина этому так до сих пор и неизвестна. Причём цензура довольно странная, ибо на некоторых фреймах можно увидеть, что это собака, а после сна реакция мальчика выглядит странной. В этой же арке Кал Младенца в каше был убран из данной версии. В официальном цифровом релизе шестой части у чернокожей заключённый был убран банан, а также тон её кожи стал не таким стереотипно чёрным. Каменный мангака. Отсылает к одной из глав восьмой части, где была приведена анатомия каменных людей. Многие после этого в шутку начали предполагать, что Араки сам является рок-хуманом, но это также может быть одной из его отвергнутых идей. Ведь в одном из интервью тот упоминал, что в Джижелион мы можем увидеть другого не менее бизарного мангаку, чего не произошло. Коллаб авторов. На 25-летие Джоджо различные мангаки рисовали арты, связанные с Джоджо, среди которых имеются авторы Драгон Болл, Ван Пис, Шаман Кинг, Наруто, Тетрадь Смерти, Блич и другие. Станды пиларменов. Есть ничем не подтверждённая теория, якобы Араки уже во времена второй части продумывал концепцию стандов. И разнообразные способности пиларменов, Карса, Эси, Ди, Сивама и Сантана являются ранним зачатком данной идеи. Демо Айс оф Хевен. Как и All-Star Battle R, прошлый файтинг Айс оф Хевен имел демо-версию, что включало в себя 7 персонажей. Джотаро, Джозефа, Цезаря, Кокеона Штрухайма, Джоски из Алмаза и Диего. Из демо в основную игру не перешла мини-карта в бою, специальное добивание, а также возможная игра на двоих. Демо можно найти на просторах PlayStation Store. Blood Sun Vendetta. Фанатский анимированный проект, рассказывающий про сына Холлхорса и о других персонажах, происходящих в Мектике 1997-го. Сам Холлхорс также появляется. На данный момент доступно 3 серии и 1 неканоничный тест. Автор проекта, к слову, озвучивал Абакио в английском дубляже. Дизайн Heaven's Door. Heaven's Door может выглядеть как угодно, ведь нам показывали, как Рохан рисует его в воздухе. Можно предположить, что Рохан может нарисовать его каким пожелает. Джотаро, глава фонда Speedwagon. Фонд Speedwagon всегда выделял деньги на то, чтобы семья Джостарф разбиралась с различными аномалиями в мире. Джотаро разъезжает по странам, где ищут аномалии. Для Коичи с огромной вероятностью выделялись деньги фондам. Так как опять же Коичи не отдыхать в Италию поехал. А разбираться с сыном Дио, чтобы предотвратить возможную катастрофу. Да и кто, кроме Джотаро, может заниматься фондом, выделять деньги, устраивать поездки на выявление станд-юзеров и прочее. Отменённая Ранабе. Урок анатомии доктора Николаса Тульпа. Неизданная Ранабе написана Ацуичи, автором Ранабе по четвёртой части и рассказа про Иги в 2022 году. Неполный 30-страничный черновик был опубликован в декабрьском выпуске Йому Джам 2002 года, вместе с полной датой выпуска в феврале 2003-го. Но роман оказалось трудно закончить. Позже автор утверждал, что написал более 2000 страниц, но выбросил их все. Нумереваясь написать роман в соответствующей манге, ему потребовалось до 2007-го года, чтобы завершить его. Законченный роман превратился в совершенно другую историю, The Book for Another Day, разбор которого есть на канале. Коичи, сын Джотаро. Мем, в котором Коичи называют сыном Джотаро из-за того, что тот проводил с ним куда больше времени, чем с Джолин. Жаль, что многие не понимают, что Джотаро специально избегал в свою семью, дабы сберечь их от своих врагов. Сваровски. Австрийская компания, что специализируется на производстве рассыпных кристаллов. Имеется также варианты фигурок Super Action Statue, покрытые кристаллами. Их крайне мало, поэтому они стоят очень дорого и их крайне тяжело достать. Вуду Киндом. Песня японской хип-хоп-группы Sold Out. Композиция была выпущена как часть двойного сингла 21 февраля 2007-го года. Она использовалась в качестве музыкальной темы для утерянного фильма по первой части. Играла она там в финальных титрах. Худжа. Многие задаются вопросом, почему фамилия Джолин пишется по-другому. Точного ответа на это нет, однако это может быть написанием фамилии на американский манер. Также это может подчеркивать отреченность Джолин от ее отца. Трамп Валентайн. Шутка в комьюнити, что заключается в сходстве 45-го президента Америки и Фани Валентайна, 23-го президента США в седьмой части Джоджо. Сходство их некоторых идей, особенно развирусилось это видео. Дельфины. Мем в фандоме, который приписывает увлеченность Джотару дельфинами из-за его профессии морского биолога и элементов одежды в некоторых частях. Местами это переходит в странную и извращенную форму. Итальянская обложка. Для физической копии игры All Star Battle у Талии была сделана эксклюзивная обложка, в центре которого Джорна с своим стандом, а не Джотаро. Стив Бизарр Адвенчер. Мод для игры Майнкрафт, что добавляет туда 10 стандов, вампиров, хамон юзеров и некоторые другие вещи из манги. Даймонд Рекордс. Бесплатная мобильная игра, выпущенная 20 февраля в 2017 году и посвященная 5 частям Джоджо. 18 ноября 2019 года сервера игры официально закрылись, однако фанаты делают свою версию, основанную на оригинале. Туманный океан. Мать Дио. За всю историю мы ни разу не видели Мать Дио Бранду. О ней мало что известно. Она была бедной женщиной, замужем за Дарио Бранду. Она оказалась одной из немногих людей, о которых когда-либо заботился Дио, поскольку он упоминает, что ненавидел своего отца за то, что тот заставляет ее страдать. Год ее смерти был между 1867 и 1880. Женщина, что была в начале Фантом Блатт, не является ей. Это женщина, которую отец Дио встретил в баре. Мэтт. Старые музыкальные лейтмотивы по манге с первой по седьмую часть. С музыкальным сопровождением группы Sold Out. Карточки. По Джоджо были коллекционные карточки, самыми популярными и интересными являются батлкард. Они представляют собой серию коллекционных карточек с торговых автоматов. Первая серия была выпущена в марте 2007 года. Всего насчитывается 8 серий, каждая из которых содержит около 100 карточек. Также был выпущен дополнительный набор с картами Торо, разработанной Хирохи Каараки. Гапи. Фунанское прозвище, которое получил главный герой восьмой части Джоски Хигашиката. Это прозвище было придумано сообществом до того, как ему дали имя Джоски. И оно связано с заметной серией между его передними зубами. Или же Гап по-английски. Рохан-Вампир. На обложке книги Хирохи Каараки Бизар Хор Муви Анализис, где Сенсей рассказывает о своих любимых фильмах ужасов, был нарисован Рохан в виде вампира. Марвел. В первом томе X-Men Annual 1998 года Халк получает броню, которая, вероятно, основана на дизайне стандо Дио Завардо. Ванс. У Джоджо было множество коллабораций с различными брендами одежды. Но многим больше всего запомнилась коллаборация Ванса Золотого ветра, которая состояла из скет-стилей Бруно и Джорно. Но запомнилась она больше всего жителям СНГ из-за большого количества подделок, выдаваемых за оригинал. Crazy Train. Изначально все думали, что станд Тор будет называться в честь песни Оззи Осборна, ибо перед Wonder of You Тор слушал именно её, и она также подходит по смыслу к способности стандо. Спешл четвертой части. В 1993-м был выпущен YonKom, небольшой комедийный комикс про Джоски в честь 25-летия в Икле Шонан Джамп. Not King Wet. Как стало известно благодаря мини Джорджу Вэллору, изначально стандо-жёсткий Soft and Wet должен был обладать способностью прикреплять болты. Но всё же Араки смог реализовать данную задумку в стадии Джошу. Google Translate и Jojo Project. Многие знают про Дивонг Перевод, но сейчас появилось нечто новое. Проект, в котором мангу переводят с японского на английский через Google Translate. Pillar Woman. Раса пиларменов и милиосы беженского рода. Они были показаны как в манге, так и в аниме. Пролог третьей части. В некоторых изданиях манги третьей части для разных стран имеется пролог, в котором кратко рассказывается про первые две части Джорджо. Сетсубун. Это праздник, посвященный наступлению весны, который отмечается 3 и 4 февраля. На этот праздник в храмах принято устанавливать чучело демона Они. В храме Сакурайяма к данной традиции относятся по-особому. Уже больше 10 лет чучело принимает облик персонажей во вселенной Джорджо. Модели знают референсы. 25 ноября 2021 года южноафриканская модель Джорджина Гренвилл опубликовала в одной из соцсетей. Что она только что узнала, что дизайн персонажа Парашюта был вдохновлен одной из ее фотосессий. В ответ на свой пост голландская модель Марпеса Хенник заявила, что у нее также есть персонаж, основанный на одной из ее фотографий. А именно Бруно Бучилати. Обе модели в восторге от этого. Субтитры. При выходе пятой части аниме на Netflix эти очень сильно накосячили с переводом. Так, вместо Gold Experience Requiem герои назвали его Chariot Requiem. Также была добавлена непонятная от себя тенаста, единственная для Джорно, которая никогда не была в оригинале. Ранний конец Джорджо. По первоначальной задумке, Араки планировал завершить Джорджо на третьей части. А так, редакторы предложили сделать ему еще. И дальше вы знаете. Также есть информация, что история первой части могла закончиться куда раньше, на смерти Дио в особняке Джастара. Именно поэтому данная арка чувствуется как завершение отношений Джорджо и Дио. Если бы это произошло, то в целом все бы завершилось на первой части. Голос Silver Chariot. Silver Chariot постоянно молчит, ибо его голос звучит пескляво, как в арке с сетом Олеси. Паааааааааааааааааааааааааааааааомей! Джонатан в пятой части. В игре по винту Аурио для Плейстейшн 2, в моменте где Кочи вспоминает других Джастаров, позади Джорно имеется также и Джон. Чего не было в оригинале. Что странно, ибо по контексту Кочи здесь вспоминает Джастаров, которых он застал. С другой стороны, в игре это просто заглавная катсцена, и таким образом она представляет предыдущих Джастаров с референсом на мангу. Lies of Eccentrics. Представляет собой серию рассказов, что написаны Хирохи Каараки и проиллюстрированы им же, а также его помощником Хирохисой Аникуба. Сборник выпущен в период с 1989 по 2003 год. Манга исследует жизнь нескольких известных чутаков и причудливых реальных людей. В каждой главе представлена отдельная историческая личность. Хотя реальная история каждого персонажа уважается, Аараки допускает некоторые вольности, чтобы включить свой стиль повествования. Блондинки. По какой-то причине в анимой адаптации David Production все дамы Серджи Джорджу являются блондинками. Так что есть огромная вероятность, что в восьмой части аниме адаптации Ясуха может получить блондинистый цвет волос. Тадаш Харадо, японский стилист, который частенько вдохновляется образами персонажей из Джорджо. Бар Дио. В Токио в районе Накана имеется фанатский бар, стилизованный по Джорджу в виде гроба Дио. Внутри все стилизовано под сериал, в том числе еда и напитки, а также полно мерча в окружении. Cool Shock Old BT. Ваншот по старому сериалу Аараки Cool Shock BT про мальчика-фокусника. История написана Нисио Исином, автором Overheaven и иллюстрирована пасукой Дэмидзу, иллюстратором обещанного Неверленда. Действие происходит через 60 лет после событий оригинала и в ней фигурируют постаревшие герои, а также тонна, просто невероятное количество отсылок Джорджо. Создатель Devil May Cry известный поклонник Джорджо. В своем посте в твиттере он намекнул, что дизайн маски одного из врагов Ноубади основан на каменной маске. Также Сею Киро Йошикаге озвучивал Данте в аниме по Devil May Cry. Бизарные Титаны. В 33 главе Атаке Титанов, когда Эрн стоит, чтобы встретить приближающегося к нему Рейнера, он принимает позу, похожую на позу Дио, когда тот выкрикивает свой культурный клич. А походка Рейнера похожа на походку Дио, приближающегося к Джотаро. Дынное парфе на риске. В кафе Хигешкад имеется блюдо, которое больше всего запомнилось фанатам из-за необычного состава и формы. В недавнем путеводителе имеется рецепт приготовления данного парфе. Это мы все готовим после просмотра данного видео. Дно айсберга. Знаменитости Сараки. За свое время Сэнсэй встретил немало знаменитостей, среди которых были даже его кумиры, как японских, так и зарубежных. Самые запоминающие встречи это Сэм Рэйми, Клинт Иствуд, Фрида Джоаннини, Сэйюри Исикавы и список довольно обширный. Отмена Джоджо. Во время английской озвучки пятой части на ранчо мог озвучивать актер Кейси Манджило, который является открытым геем. Однако директор, отвечающий за кастинг, отказала в прослушивании актеру, так как та считала, что он не способен звучать как не гей. Дорама. Многие знают про лайфэкшн адаптацию четвертой части в виде фильма 2017 года, сиквел которого мы так и не получили. И, видимо, не получим. Особенно учитывая, что актера, что играл Джотара в этой адаптации, посадили в тюрьму из-за наркотиков. Однако также имеется ТВ-драма 2020 года, что на данный момент насчитывает 6 эпизодов и рассказывает про Рохана. Адаптация экраницирует уже знакомые арки из манги, а также новые для обычных зрителей из мини-рассказов. К слову, главный актер, что играет Рохана, Такаха Шейсей был большим фанатом персонажа в детстве. И забавный факт, его можно увидеть в роли одного из наемников в фильме Тарантино «Убить Билла». Также недавно появилась информация, что у актрисы, исполнившая роль редактора Рохана Кёки Изуми, и у самого Рохана завязались романтические отношения. Экранная химия у них была прекрасная, так что неудивительно. Кокёен Призрак. Часто встречаемая тема в фандоме, в которой Кокёен бродит по земле как призрак. В частности, самым популярным является случай, где на Риаке приглядывается Джолин. Иной финал шестой части. В одном из интерьё Раки заявил, что к концу сериализации с Тоноушеном почувствовал, что достиг пика как своего творчества, так и карьеры. Расстроенный этим, он изменил концовку в последних нескольких главах, чтобы создать концовку, которая вернёт серию Джоджу к её истокам, концепцию которой он продолжил Steel Ball Run. Вполне возможно, изначально Джолин и её компания побеждали Пуччи, который не совершил бы ресеты. Однако Джодро по итогу всё равно бы погибал, так его арка завершилась бы на высокой ноте. Либо концовка могла быть и вовсе куда более депрессивной и никто бы по итогу не выжил, а Пуччи окончательно бы победил. Или возможно по итогу концовка приобрела лишь небольшие изменения. Правду мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Метал Гир Джоджо. Другой гений Хидео Кодзима также в курсе Джоджо. И даже часто упоминал его в Твиттере. И самого Раки. Зелёный Джорно. В рано Б по пятой части Golden Heart Golden Ring цветовая палитра костюма Джорно описывалась именно как зелёная. Что явно отличается от привычного взгляда на данного персонажа. Bullcrap Adventures. Фраза Гьячу из игры, которая разлетелась на мемы. Особенно мне нравится, где Гьячу совместили с Angry Video Game Nerd. Вомик. Относится к цифровому контенту от Шуейша, который представляет собой видеоролики с изображениями манги. С добавленными звуковыми эффектами и дублированием, которое выполнено актёрами озвучки. Услуга была запущена в ноябре 2007 года. В декабре 2007 года Стиво Балран получил такую озвучку. Первый эпизод вышел 7 декабря. Остальные три выпускались каждую пятницу после этого. Четыре созданных эпизода охватывают части глав. Первую, пятую, шестую и седьмую. Фигурка Раки. Многие видели фигурки персонажей из Джорджо, однако фанаты делают свои фигурки с нашим сенсеем. Что-то выглядит крайне крипово, а что-то вполне не стыдно поставить на полочку. Бэтмен. В японском дубляже фильма Бэтмен 2022 года Сею Рохана Такахиро Сакурай озвучил Бэтмена, а Сею Джолин Ай Файрус озвучивала женщину-кошку. Холл Хорс, отец Мисты. Гвида Миста может быть ребёнком Холл Хорса, что объясняло бы его меткость и приспособленность к оружию. Учитывая дамские похождения Холл Хорса, всё может быть. Брак Каваджири. Предположение, которое заключается в том, что Косаку Каваджири был в салоне красоты по причине, что он хотел улучшить свой брак за счёт станды Синдереллы. Однако явился Кира. CBR. Зарубежный новостной портал, посвящённый комиксам и манге, известный тем, что допускает крайне много ошибок и дезинформации. Особенно в случае Джорджо. Тихоходка Love Deluxe. Японские учёные назвали и описали вид тихоходки в честь станды из 4 части. Neostogastux Love Deluxe. Из-за волосяного покрова существа. Скала в Джорджо. В спин-оффе, так говорил Кишиба Роха на эпизод 9 Бек, один из посетителей спортзала, внешне многим пользователям напомнил знаменитого актёра Дуэна Джонсона. К сожалению, данный персонаж в манге погиб от рук Йомы. Гуманоидный Хермет Пёрпл. Теория, которая заключается в том, что Хермет Пёрпл Джозефа раньше имел более гуманоидную форму, как станд Фуми в 8 части. Но из-за старения станд деформировался. Такое же мы наблюдали в 7 части, когда D4C изменился после старения Валентайна. Будущее Джоски. Многие предполагают, что после событий 4 части Джоски мог стать полицейским, как его дед, ибо Джоски пообещал защищать свой город. А Кояс уже мог бы стать врачом, чтобы однажды найти способ излечить своего отца. Японский психопат. Возможно, одним из вдохновителей для Араки при создании Киры послужил персонаж из книги «Американский психопат» Патрик Бейтман. Хоть роман и вышел во время 4 части, однако задолго до появления Киры. И если так посудить, они действительно во многом похожи. Их запоминающиеся монологи, желание убивать в основном женщин, ритуальный уход за собой, оба также любители одеваться в Валентина. Гад Милк. Режим цензуры файтинги Харитэйдж Буду Фьючер делает все эффекты крови белыми, из-за чего Дива теперь выглядит заядлым любителем молока, или чего-то другого. Бутилек. Как и по другому тайтлу, у Джоджи есть много подделок. Речь идет не только про фигурки, но и про мангу. Так, в различных странах можно найти пиратские издания манги. Тёмные воды. Дипо Брабо. Это имень неизвестного персонажа из флэшбэков Джоски, данный ему фанатами. Понятно, какому персонажу оно отсылается. Помимо этого, можно также найти его фанатское описание. Дипо Брабо является потомком Люси Стилла и хранителем трупа Джонни Джостера, которому были даны силы святого трупа после его смерти. Дипо хранил его под местом семьи Хигешката возле двух сосен. Он имеет станцию Spish and Smiles, названный в честь песни Элвиса, и при помощи него он забрал воспоминания у Джоски. Другой герой шестой части. Так как изначально Раки задумывал сделать протагониста пятой части женщины, есть шанс, что в шестой части мы получили мужскую версию Джолин. Отец дьявола. Теория гласит, что отцом дьявола может выступать священник, так как обычно им разрешено посещать женские тюрьмы, дабы успокоить заключенных. Не исключен тот факт, что его приемный отец является его настоящим. Дэмьон Хёрст. Английский художник. Основное направление его работ – смерть. Некоторые его работы очень сильно напоминают то, в каком виде члены Ля Сквадры увидели тела своих напарников – Сорбета и Желатва. Гена Хигашикат. Ипотеза, которая объясняет появление каменной болезни у семьи Хигашиката в восьмую часть. Возможно, далекий предок семьи имел потомство от каменного человека, и по итогу Гена Рокхумена со временем переросла в такую болезнь. Ванила Платинум. Так фанат называет вырезанного бойца Грейфлай из игры Джорджи Бизар Адвенчер 1999 года. Так как если случайным образом получается найти его в ростере, то выглядит он как Ванила Айс и Стар Платинум в крайне криповых цветах. А также он использует спрайты Джотара. Глаза Ризотто. Отличительная черта лидера Ля Сквадра из Козиони является его глаза, залитые чёрным. Конкретного объяснения, почему у Ризотто такие глаза нет. Возможно, это татуировка. Однако, по мне более вероятный вариант – он изменил цвет своих глаз при помощи стандо. Такая интерпретация придаёт его образу больше криповости. Тигр Киллер Квин. В мае 2006 года состоялась коллаборация японской юниклоса Раки. Были выпущены эксклюзивные футболки с артом, на котором изображены девушка и Киллер Квин, что имеет раскраску тигра. Джолин – это Джота. Цветокор Джолин вынимает слайдные её цвета на обложке первого тома шестой части. Но некоторые заметили забавное сходство в палитре покраса с другим персонажем, о котором вы наверняка слышали. А именно Джота Куджи из пародийной манги Clamp in the Wonderland. Другой ребёнок Джотара, только тут матерью выступает Кокёэн. Небо в Стардастах. Многие жалуются на странное небо в четвёртой части, однако, что насчёт третьей? Ведь там также небо было то жёлтым, то вообще другими цветами. Глухота Джотара. Причина, почему Джотара не слышал крик жёсткий – это его глухота на одно ухо, из-за того, что тот в молодости стрелял возле него. Куда нёс стрелу Черриот Реквием? Учитывая, что Черриот Реквием сохранил стремление Пальнарефа сберечь стрелу, он также мог принять и другую цель Жана – доставить стрелу к Джотару. Джожелев. Шуточный перевод названия в восьмой части, которая, конечно же, никак не связана с львами. Истинный смысл названия Араки объяснял в заметках второго тома. Название, заключая в себе слово «Леон», означает «богословенный» или «памятный знак». Название таким образом отражает поиски Джоски самого себя в этом мире. Вселенная. Многие люди неправильно восприняли слова Валентайна, что вселенная, где святой труп – это оригинальная и уникальная вселенная. Это означает, что вселенная с первой по шестую часть вторичная. Однако эти вселенные никак не связаны, они являются параллельными и независимыми друг от друга. И данное суждение Валентина относится к СБР-версу. Ая и Кира. В аниме девушка на фотографии с работы Кира очень сильно похожа на Айо Цуджи, из-за чего некоторые фанаты построили гипотезу, что они могли быть знакомы. Так художник Лоис Мэджинейшн даже делала об этом комиксы. Блона. До 2013 года имя Бруно официально записывалось как Блона Бучилати на различном мерче и не только. Бездна. Джорджу Сон Бао. В конце одного из первых произведений Араки Бао, главный герой Икры Хошизао впадает в своеобразную кому на дне океана. И проснется он, когда его напарница Вайллет исполнится 17. Таким образом, событие всего Джорджу может происходить в голове Бао, и Джорджу закончится лишь тогда, когда Бао проснется. Нейл Дог. Летом 2017 года в Японии проходил стилизованный аттракцион в стиле квеста в тематике 4 части. Помимо различных стендов и мерча было множество стилизованной еды под персонажей Diamond as Unbreakable. И наверное самым выделяющимся был хот-дог Киро Йошикаги, что включал в себя якобы его ногти на сосиске. И теперь вопрос к вам, чат. За сколько бы его съели? Шрохан. Самый необычный пэринг, который можно только найти. Его автор неизвестен, а появился данный шип Шрека и Рохана где-то в 2018 или 2019 году. Как говорится, Шрек из лав. А учитывая, что Ракия в одной из своих книг высказывал свою любовь к данному произведению, и Рохан является одним из часто используемых им персонажей, то всё выглядит лаконично и логично. Эмпорио главный герой девятой части. Благодаря фейковому интервью, где поставлены неверные английские субтитры, многие всё ещё ошибочно думают, что главным героем станет Эмпорио с предыдущей вселенной. На самом же деле, Ракия никогда такого не говорил. Оригинальное интервью было с японского фестиваля 2014 года, посвящённое искусству. Фудзико Бизар Уолдли Уиздом – скандальный ваншот от автора Инцидента Кемена, который являлась давним фанатом Тайтла. Манга рассказывает про Джорин и неизвестную заключённую Фудзико, что занимается искусством, в основном эротическим. Хоть и сейчас многие уже и не вспомнят про данный официальный ваншот из Ультра Джамп, однако на момент выхода, к сожалению, автор столкнулась с непониманием со стороны читателей. Доходило до того, что некоторые индивидуумы в Твиттере угрожали смертью ей и её близким, из-за того, что манга якобы изображает Джорин в неправильном ключе и не так, как они её представляли. Камень Анжела существует. В лесу вокруг одного из храмов Сэндайи есть камень, который имеет поразительное сходство с Анжела после того, как его превратил в камень Джоски. Несмотря на это, Араки упоминал, что камень был основан на камне, найденном в Мацусиме. Однако, учитывая, что Араки брал за основу город Сэндайи при создании Морио, совпадение очень забавное. Станд Рэйми. Теория, которая заключается в том, что на самом деле призрачная аллея является станом призрака Рэйми Сугимота. Дарио Брандо всё подстроил. Предположение пользователей, что якобы Дарио Брандо не случайно оказался рядом с каретой Джостаров. Именно он подстроил крушение кареты. Микитака это Карс. Теория, которая гласит, что Карс всё-таки вернулся на Землю, однако из-за долгого пребывания в запвении потерял память и стал совсем другим существом. С новой личностью. Оба способны превращаться во что угодно, только мы не видели, как Микитака превращается в органику. Плюс у обоих длинные волосы. Копирайт Принца. Причина, по которой игра для PlayStation 2 по пятой части 2002 года так и не вышла на Западе официально, так и неизвестна. Однако самая распространённая версия является про проблемы с копирайтом. А главной проблемой был музыкант Принц, на композиции которого во многом отсылается пятая часть, да и Рэйки в целом. Настоящий Рэйки давно мёртв. Есть, наверное, типичная для многих фондовом теория, что их автор не тот, за кого себя выдаёт. Кто-то объясняет вечную молодость Рэйки тем, что это на самом деле разные люди. Что постоянно меняется? Конфликт Гриндэй и Оазис. Все любят шутки, что Рэйки предсказывает будущее. Однако иногда это далеко не шутки, и совпадения действительно пугающие. Одним из таких совпадений является конфликт групп Гриндэй и Оазис, который начался в 2006 году. Последние обвинили Гриндэй в плагиате. Якобы Бульвард оф Брокен Дримс сильно похожий на Вандерволл, на что Гриндэй списали всё на совпадение. Группы давно общаются, однако и по сей день их отношения напряжённые. И это невероятно сильно похоже на токсичные и лживые отношения Чоколата и Сэко, чьи станды отсылаются к данным группам. Сами антагонисты были придуманы гораздо раньше. И иронично то, как презрение Сэко по отношению к Чоколате схоже с токсичным поведением группы Оазис, по отношению Гриндэй и по слухам к другим музыкальным группам за их спинами. Гачи Мучи Многие из вас часто натыкались на различные сравнения Гачи, что не нуждается в представлении и Джоджо. Забавные мемы, однако знали ли вы, что у Джоджо и Гачи есть реальная связь? В 2008-2009 году Макс Фактори представляли фигурку из серии Фигма Джонатана Джостера. Она так и не была выпущена в свет, и в сети имеются лишь фотографии её прототипов. И самое забавное, Джонатан был представлен вместе с первой Фигма фигуркой Билли Хэрингтона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok